Прогуливаться по крышам, подобно Карлсону, им некогда. Очистить кровли от снега необходимо в кратчайшие сроки. Такое поручение городские власти отдали всем управляющим компаниям. И потому бригады работают в две смены. Как итог, 80% городских кровель уже приведены в порядок. Перед этой зимой всех борцов со снегом проверили на соблюдение техники безопасности. Бригады от трех до пяти человек. То есть, как правило, всегда два человека внизу, два человека на крыше. Все они работают со страховками, предупреждают жителей, сколько подъезда не выпустят с подъезда до сих пор, пока там на крыше не прекратят сброс снега. Безопасность жителей превыше всего. Затем, как исполняют свои обязанности управляющие компании, ежедневно следят председатели ТОСов и члены районных административных комиссий. Свои отчеты подкрепляют фото и видеоматериалами. Они проверяют, контролируют, во-первых, те кровли, которые подана информация, что они были очищены, допустим, за прошлый день. Они ездят, проверяют и фото, видео, отчет прикладывается, то есть результаты этой работы. А также контролируют те кровли, которые требуют очистки или не вошли в ограждения, как опасные участки. Некоторые управляющие компании пришлось стимулировать с помощью штрафов. Ответственность понесут и собственники квартир, если с козырьков их балконов или из кондиционеров кому-то на голову рухнет снег. Подобная халатность может обойтись собственникам в 5000 рублей, а юридическим лицам придется раскошелиться до 300 тысяч. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.